Субтитры делал DimaTorzok 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 улыбались, общались, да, то есть это как-то ненавязчиво, ненавязчиво было, и как бы видела, что вы хороший профессионал, в плане собрать этот концерт, какие у вас были профессиональные, универсальные, хорошие танцоры, которые с вами, ну как бы так, вы танцевали, делали, вы отрывались на сцене, они так же само танцевали, великолепнее были детки, чудесные, великолепнее был ансамбль, который вам играл, но больше всего меня, я честно скажу, поразила, ваша народная песня, да, и та, которая была спета песня, которая вам длила бабушку. Ну скажите, пожалуйста, я подошла к вопросу, но до вопроса скажу вам огромное сейчас спасибо, и знаете, вот я когда писала, что я хочу о вас узнать, да, я в принципе там написала, и честно говоря, не люблю душу, я считаю, вот после этого концерта, ну я знаю там каких-то украинских плецов, да, но я не скажу, что я их считаю как бы символом Украины или как-то, ну, как бы сказать, не профессионализма, а... Простите душу. Да, ну вот, может, у вас можно честно сказать, как бы идеал украинская песня, да, это так и есть. Спасибо. Потому что мы услышали, настоящее, профессиональное, живое пение, безвоничное и с такой легкостью, как бы, я помню, как бы немножко нас помучили пением, да, и потом на хоре этого всего сделали такое со словами ловите, Ну правда, все вам верили. Спасибо огромное. И вот вопрос вам. Скажите, пожалуйста, ну бабушка у вас пела, она была, кто-то у вас один был профессиональный пелец, то есть откуда эти истории, да? Трогие слова и музыканты, коллеги. Спасибо. Я знаю, всегда музыканты приходят, конечно же, поискать музыку. Мне записывают, и да, там где-то пошило, там что-то неритмичное, там все что-то, да. Поэтому я всегда благодарю моего коллеги, своих программирования и музыканты, потому что очень редко на самом деле. И действительно не могу сказать в этом коллеге профессионалы, как это было на самом деле. Кто-то умолчил, кто-то постесняетесь на правду и так далее. Да. Моя семья, моя бабушка Эдилья. Ее благодарили. Когда она пела Крымск-Крадарские песни, у меня были немножко похожи и это действительно было невозможно слушать без слез. Я очень рада, что в последние годы ее жизни она болела раком, и я рада, что мы записали ее на видеозапись. И возможно, сейчас настолько техника дошла, что я сделала, знаете, как делала Наталья Коу? Дочка Наталья Коула, она первая вестись с отцом на своем сольном концерте, я получала видеозапись и ее вместе с видеозаписью пела. Возможно, я сделаю обязательное что-то так тоже и спою со своей бабушкой на концерте. Потому что у него некрасивый голос. Этот голос передался моему бабу. Мой папа Алина. Он учил еще музыкальное, как в корову дирижон. У него очень такой достаточно насыщенный поэкбол. Но учился он всегда пел на аккордеоне. Учился частым образом. Заканчивал он как гардианист, но очень профессионально играет на аккордеоне. Учился он у Цыгана. У Цыгана, который обладал крыско-клатарской культурой музыкальной. Как не баба говорит, как не один крыско-клатар. То есть цыгане – это носители и хранители информации. Где они живут, в какой стране они живут, они всегда собирают информацию, музыку, язык. И опять-таки говорят, что наиболее точно их не дают. Они же носители языка и носители культуры. Поэтому он очень сыгран. И традиции крыско-клатарской музыки я уже впитывала через папу, через бабушку. Папа очень строгий и проскидывает к моим персонам любой крыско-клатарской музыке. Музыкальный зажим, когда вы замечаете, что бед наполняется сильно, наполняется, держит плаки, что-то там закидывает голову. То есть, как правило, это какой-то сильный зажим. Поэтому именно я попыталась отличить от всех зажимов и музыкальность проявлять именно в мастер-школе, техническом, вокальном мастер-школе. Поэтому я была верна всем своим учителям, которые всегда были в моей жизни. И плохим, и хорошим. Потому что даже у плохих учителей, которые не пошли никак. Просто они подходили мне в той или иной степени. Я понимала, что уже могла понять, что они советовали мне то, что, наверное, как-то диссонировать меня вперед. Например, у меня долго в 17 лет обучали, как у меня за сопрано. И давали мне произведения, если я здесь музыкант, то я взяли, то точно меня поймут, в Малой Электраре. То есть это было достаточно низко и тупительно для голоса в 17 лет. Ну, вы смотрели фильм «Приходите завтра?» и спросили про Павлова? Помните, когда она перепевала и его пропавло? Ну, я не знаю, как в Малой Электраре. Вот примерно то же я передалевала, когда я делала 4-го года в 17 лет как в Малой Электраре. И этого плохо хочется, на самом деле. Ну и ничего, я тоже благодаря этому другому. Возможно, за счет этого я теперь не боюсь нижнего регистра, а я просто поняла, как его уметь. Поняла, что именно мыслители не как в низкий голос, как альф, как в Малой Электраре, а как сопрана, которая просто может позволить исправить несколько суток. Ну, есть, конечно, люди, которые следовали по-настоящему, 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 по-настоящему всю жизнь. Но так случилось, опять-таки, наверное, за счет того, что я вам рассказала, сколько всего разных музык в Тимборде я слышала в протяжении настоящей недолгой жизни. Поэтому мои фумы игры настолько разные. И в фольклоре музыке, и в джазовой музыке, и в классическом музыке, и в флоп-музыке. Их столько много, что одногодние просто люди. То есть есть музыканты, я даже сейчас боюсь кого-то не сказать, которых я просто обожаю, которые никогда не устаревают для меня. Ведь музыка, вы знаете, к сожалению, она тоже, наверное, имеет свой срок, имеет моду. Наверное, поэтому сейчас не каждый знаком с музыкой бахом, музыкой актуально, даже и в нашем, как бы, это историко. Но, к сожалению, так уж вышло, что то, что мы сейчас видим по телевизору, совершенно не модно. Ну, то есть, я имею в виду, эта музыка не вписывается в понятие моды, не актуально, да, как говорят нам. А мне все-таки хочется, что были такие каналы, не только, блядь, тот же YouTube или, там, интернет, а все-таки были каналы, в которых была бы музыка. Ну, я смотрю мать, я не знаю, в этом канале, есть музыкальный канал, который демонстрирует невероятные и меткие академические концерты, джазовые концерты, и новых исполнителей раскрывает их. Поэтому я не создаю в себе одного мира, а пытаюсь всегда изучать и узнавать новых и новых. Ну, если вы хотите, могу назвать десет, если, детство. Банда Растреизмит, и я увидела ее как в мюзинге Хэллоу Дори. И с тех пор я сказала, что я хочу выступаться на каком-то музыкальном кино, где бы я, там, закидывала голову и еще при этом беру. Вот, что-то в этом роде. Стиве Ландер. Его пластинка была маленькой детской пластинкой.